Как делают новости? Таким вопросом задались школьники из города Железнодорожный и приехали на экскурсию в редакцию Люберецкого районного телевидения. Ребята услышали интересный рассказ о работе съемочных групп, узнали, как пишутся телевизионные тексты и попали в съемочный павильон, чтобы стать героями нашего следующего сюжета. Здравствуйте! Время новостей в эфире ЛРТ. В студии Алина Трошкина. На календаре 26 октября. Работать на телевидении. Сегодня к этому стремятся многие. А уж оказаться на месте ведущей – это и вовсе мечта. Но школьники из города Железнодорожный предпочитают не просто мечтать, а воплощать свои желания в жизнь. Причина, по которым приехали в редакцию Люберецкого районного телевидения, у каждого разная. Это научиться правильно говорить и выражать свои мысли, чтобы все люди в правильном обществе могли меня понимать. Чтобы популярнее стать, чтобы, не знаю, люди на улице меня прям узнавали пальцем, так ли, вот она. А наши сотрудники всегда рады поделиться опытом и рассказать о телевизионном мастерстве. Еще бы ведь о том, что любишь, можно говорить часами. Чтобы двухминутный сюжет создать, ну, причастны где-то 5-6 человек. Это редактор, шеф-редактор, который дает задание на съемочной группе. Это водитель, который отвозит съемочную группу на задание. Это корреспондент, который непосредственно пишет потом текст и начитывает же его. А еще оператор, который снимает видеоряд. И монтажер, который потом этот видеоряд монтирует. С каждым звеном в цепочке создания новостного сюжета экскурсанты познакомились. Заглянули в монтажные программы, испытали на себе вес видеокамеры. Узнали, что такое аппаратное телевещание и как выглядит съемочная студия. Хромакей. Мне было это очень интересно. Я знала примерно, как все это происходит, но увидеть это все вживую было как-то очень интересно. Не могу не согласиться с тем, что студия произвела огромное впечатление на нас, на всех, я думаю. Также очень интересно было посмотреть, как вообще люди работают на самом деле на телеканале, в издательстве. Особенно если учесть, что некоторые из нас таки хотят в будущем стать журналистами, это есть цель. Но если есть цель, идти к ней нужно уверенно. Эти ребята уже начали учиться журналистике на курсах. Но от ЛРТ получили свое первое журналистское домашнее задание. Снять короткие ролики о животных или о явлениях природы и составить информационную карту своего города. Яна Яковлева, Кирилл Евгеньев, Люберецкое районное телевидение.